Далее мы переходим к следующим поправкам. И мы возьмём их в том порядке, в котором они соответствуют тексту. Коллеги, я хочу напомнить вам, что по каждой поправке можно выступать не более чем в течение 30 секунд. Мы начинаем с поправки номер 3. И я предоставляю слово господину Сергею Железняку для того, чтобы высказаться в поддержку этой поправки. Уважаемая госпожа президент, уважаемые коллеги, предлагается дополнить параграф 2 предложением создать подкомиссию по расследованию событий, которые относятся к конфликту, начиная с августа 2013 года. Работа такой комиссии могла бы Ассамблее помочь лучше выяснить истоки нынешней ситуации на Украине, понять их природу и найти пути разрешения конфликта, как об этом сегодня неоднократно говорилось. Спасибо. Спасибо. Господин Шенах, вы против? Да, я против. Нам многое предстоит сделать. Это было предложение 2014 года. И мы сейчас должны принимать другие политические решения. Сейчас нам эта поправка не нужна. И она ничего не прибавляет к тексту доклада. Мнение комитета. Комитет против этой поправки. И мы сейчас будем голосовать по поправке номер 3. Голосование началось. Голосование завершено. Поправка номер 3 отклоняется. Поправка номер 4. Опять-таки я предоставляю слово господину Железняку. Различная информация. Далеко не вся она впоследствии подтверждается. Ассамблея должна уважать себя и опираться на факты. Вместе с тем, даже предполагаемые факты нельзя игнорировать. Именно поэтому мы предлагаем вставить здесь слово предполагаемых. Спасибо. Господин Железняк, вы хотите высказаться против поправки? Я против. Потому что я, как докладчик, я использовал факты. Факты были высказаны нашим комиссаром по правам человека. Я доверяю ему. Мнение комитета. Мы против. Тогда мы ставим эту поправку на голосование. Поправка 4. Голосование началось. Голосование завершено. Поправка 4 отклоняется. Поправка номер 5. Мы не будем по ней голосовать, поскольку четвертая поправка не была принята. Это так, правильно? Да. Итак, поправка номер 5 отпадает сама собой. По ведению. У меня не работает аппарат для голосования, далек от мысли, что это сделано специально. Российская делегация не имеет права голосовать. Поправка номер 5 отпадает в силу того, что четвертая поправка не была принята. Теперь мы переходим к поправке 6. Поправка 6. Господин Железняк, вам слово. Госпожа президент, уважаемые коллеги, предлагается дополнить редакцию после слова, включая словом предполагаемым, потому что мы по-прежнему убеждены, что в том, что написано в предлагаемом проекте, есть очень много предположений, далеко не все из них основаны на фактах. А мы считаем, что ассамблея должна уважать свое мнение, иначе потом, в случае, если эти факты не подтвердятся, авторитет ассамблеи будет подвергнуть риску. Спасибо. Спасибо. Господин Ариев, вы хотели высказаться. В прошлом году перед нами выступал коллега, лидер крымских татаров, татар, который подтвердил случай смерти и исчезновения активистов в Крыму. Это совершенно доказанный факт, и поэтому добавлять слово предполагаемый нет нужды. Мнение комитета, пожалуйста. Комитет против. Голосование начинается. Голосование завершено. Поправка номер 6 отклонена. Мы переходим к седьмой поправке. Господин Железняк. Уважаемая госпожа президент, уважаемые коллеги, предлагается дополнить требования, которые обращены к российским властям, такими же требованиями и к другим странам, членам Совета Европы и странам-наблюдателям, так как существуют множественные подтвержденные факты того, что добровольцами в конфликте на Украине являются граждане различных государств, а далеко не только Российской Федерации. Спасибо. Господин Шенах, я против, поскольку другие государства не участвуют в этом конфликте. Мы должны понимать, что, наверное, там есть какие-то незаконные волонтеры из других стран, но мы говорим об ответственности, и поэтому я считаю, что я против этой правки. Умнение комитета, комитет против. Тогда голосование этой поправки начинается. Голосование завершено. Поправка отклонена. Поправка номер 8. Господин Железняк. Господа президент, уважаемые коллеги, предлагается расширить редакцию и предложить слова противостоящим силам, с тем, чтобы одинаковые требования о запрете на поставки оружия распространить на все стороны, так как поставка оружия не способствует мирному регулированию ситуации. Спасибо. Спасибо. Кто хочет высказаться против поправки? Господин Шарах. Это ослабит мой доклад. Мне кажется, я использовал совершенно ясные формулировки, поэтому я против. Спасибо. Мнение комитета, мы против. Комитет против. Голосование началось. Голосование завершено. Поправка отклоняется. Поправка номер 9. Господин Железняк. Уважаемая госпожа президент, уважаемые коллеги, по-прежнему настаиваю, что существуют множественные факты того, что волонтерами являются граждане различных государств, именно поэтому требования, которые предъявляются, должны предъявляться в отношении таких волонтеров из всех стран, для того, чтобы снизить градус конфликта. Спасибо. Господин Шенах, вы хотите высказаться против? Может быть, там есть дюжина волонтеров из других стран, но мы используем формулировку ОБСЕ. Если там 93% российских волонтеров, то мы должны сохранить мою формулировку. Кто комитет? Комитет против? Голосование началось. Спасибо, голосование завершено. Поправка отклоняется. Девятая поправка отклоняется. И я предоставляю слово господину Железняку. Предлагается поправки к уголовному законодательству, вводящей ответственность за участие гражданских лиц в вооруженных конфликтах за рубежом. Распространить не только на Российскую Федерацию, но и на другие страны, члены Совета Европы, так как это в равной мере должно способствовать снижению и этого конфликта, и всех других возможностей. Спасибо. М. Шенах. Спасибо, господин Шенах. Пункт 7.3 совершенно четко указывает, что там речь идет о российских волонтерах. И поэтому совершенно понятно, что в 7.4 идет речь о российских гражданских лицах. Комитет против. Итак, начинаем голосование. Голосование началось. Голосование завершено. Поправка номер 10 отклонена. Переходим к поправке номер 11. Вновь слово представляется господину Сергею Железняку. Пожалуйста. Госпожа президент, уважаемые коллеги, также предлагается, чтобы строгость законодательства к тем, кто участвовал в вооруженных конфликтах, касалась всех стран, а не только Российской Федерации. Более того, считаю, что попытки ввести определенные ограничения только в отношении российских граждан уменьшают эффективность принимающих решений, потому что это значит, что граждане других государств могут волонтерами находиться в зоне конфликта, что является парадоксом, правовым как минимум. Спасибо. Спасибо. Господин Шинах. Ну, речь идет о той же формулировке, постоянном. В моем докладе сказано, все четко и ясно, кто несет ответственность непосредственно и так далее, и так далее. Так что, тут, в общем-то, столкновение слов, формулировок, а не столкновение реальных фактов. Не комитет, а комитет против. Прошу начать голосование. Голосование открыто. Голосование завершено. Поправка отклонена.